Первое летнее аппаратное совещание Сильным ветром снесло участок крыши электромеханического колледжа, что на нижней террасе Руководитель Министерства образования и науки Наталья Семенова Предложила вынести обсуждение этой проблемы на седание региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям Крышу практически свернуло в руку Специалисты вышли, они сточили все компьютеры, всю электросеть, потому что крыши наручебным корпусом Слава Богу, что там на сегодняшний день занятий нет, принимаем, что это месяц студент насильный Центральным событием прошлой недели, по словам Александра Смекалина, стал Петербургский международный экономический форум Большая делегация представителей Ульяновской области приняла в нем участие На аппаратном совещании был доложен об основных моментах форума Говорили о совместном развитии проекта по созданию центра отравленности для ребят нашего региона И, соответственно, выстраивание нашей логики на поле русских, как выстраивание центра Сириус на уровне Российской Федерации И в этом смысле опять-таки методическая поддержка Это то, о чем шел разговор между губернатором и Владимиром Узуном, директором этого возника Здесь мы смогли, что называется губернатором, отработать полностью со всеми экспертами Необходимы и нужны нам вопросы развития предпринимательства, делового климата И, надо сказать, что, как обычно, на таких мероприятиях, безусловно, хорошо Удалось провести переговоры на набер, что называется, на коротке Те вопросы, те проблемы, с которыми можно по полгода переписываться, решают, что называется, достаточно быстро По сообщению премьеры всего подписано 14 соглашений, проведено 30 встреч и 5 выступлений с докладами Одна из важных тем касалась развития Димитровграда Во время работы форума прошел круглый стол, посвященный развитию моногородов Три моногорода были представлены Это, еще раз напоминаю, набережные Челны Это Тольятти и город Димитровград А также была озвучена первая десятка моногородов, которые добились наибольших успехов в решении своих проблем Выход из этой ситуации и, по крайней мере, внедрение тех программ, которые были разработаны В топ-10 попала и восточная столица области К слову, перечисление городов, попавших в верхушку рейтинга, началось именно с Димитровграда Александр Смекалин призвал всех членов правительства подробно ознакомиться с результатами форума И состоявшимися дискуссиями С северной столицы вернулись в родные пенаты В регионе проходит плановый ремонт автомобильных дорог К сожалению, все идет не так гладко, как хотелось бы Все мы видели на прошлой неделе замечательные кадры, которые, к сожалению, нас не прославили Когда в переулке Молочный Деятели строительных работ пытались асфальтировать лугу Причем усиленно пытались И причем, как показалось в конце этого ролика, им это даже удалось В итоге глава администрации города должен был, вынужден был, приносить публичные извинения за такие работы Александр Смекалин поручил ускорить работу по разработке проекта независимой экспертизы дорожных работ Независимой как от чиновников, так и от муниципалитетов Приглашать для ее проведения будут компании из соседних регионов По словам Дмитрия Вавилина, предварительные соглашения уже достигнуты с Чувашией А на полях тем временем закончился сев яровых культур Успешно Погодные условия, по словам руководителя Минсельхоза Михаила Семенкина, пока не критические И паниковать рано Не влияет пока холодная погода на состояние эпидемиологической ситуации в области Даже наоборот Рассказал Павел Дегтярий о проведении ежегодной акции «Ради патриота» По словам министра, все готово к тому, чтобы в роддомах области принять День России Маленькие граждане Ульяновской области Егор Титов, Данил Сурков, Новости дня, Ульяновская правда